Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Профессиональный праздник, поздравления и награды получили рязанские строители. Готовы ли рязанцы работать до 65 лет? В городе не утихают споры вокруг повышения пенсионного возраста. Поднялись на самую высокую точку Европы – гору Монблан. Рязанские альпинисты рассказали о 19-часовом походе. 12 августа в России отмечают День строителей. В преддверии праздника глава региона Николай Любимов встретился с представителями ведущих строительных компаний области. Губернатор Николай Любимов, подойдя к стенду строительной компании «Капитал» «Строитель жилья» проявил интерес к проектам, которые сейчас реализуются. Особенно его заинтересовали детские площадки, построенные с использованием новейших технологий. Мы сейчас используем совершенно новейшее оборудование, которое обучающее оборудование. Мы уже перестали отошли от обычных машинок, таких готовых форм. Мы перешли уже к австрактной форме, которая является развивающейся формой, те, которые развивают детское самосознание, мышление и зовут их вперед. Безопасность, комфорт и надежность – вот основные принципы, на которых строится политика компании «Капитал. Строитель жилья». Компания вошла в число крупнейших застройщиков региона. Уже было построено более 500 тысяч квадратных метров жилья. В планах не сбавлять темп и работать на результат. У нас еще вся жизнь впереди, нам строить и строить. У нас огромное количество планов, у нас новые дома входят в строй, у нас новые дома закладываются в этом году. Я думаю, что все будет хорошо. «Капитал. Строитель жилья» реализует уникальные проекты для нашего города. Это смарт-квартиры с умным пространством, где предусмотрены самые разные зоны для хранения. Квартиры формата евро, которые уже покорили жителей города. Например, в Евро-4 гостиная и три комнаты. Гостиная разделена на три зоны – обеденную, кухонную и зону отдыха. Также здесь два санузла, один находится рядом со спальней, другой – возле детской комнаты. При этом, какой бы дом ни строила компания «Капитал. Строитель жилья», главное внимание уделяется качеству. Здесь думают в первую очередь о людях. «Квартиры для жизни, дворы для жизни, дома для жизни. Потому что особенное внимание мы уделяем вопросам качества, вопросам надежности, вопросам энергоэффективности. Потому что, ну чем мы выигрываем на рынке? То, что когда вы покупаете квартиру у нас, вы экономите на ремонте, вы экономите на коммунальных платежах, вы получаете лучшие планировки из всех существующих на сегодняшний момент». Помимо всего прочего, в каждом доме, построенном компанией «Капитал. Строитель жилья», реализуется программа комфортной городской среды. Здесь будут себя чувствовать комфортно люди с ограниченными возможностями здоровья. А большая парковка на закрытой территории и круглосуточное наблюдение делает жизнь горожан не только комфортной, но и безопасной. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Еще одна строительная компания, внимание которой уделил губернатор Николай Любивов, называется «Мир». Главу региона заинтересовала политика экологической безопасности, которую компания реализует в Рязани. Подробности далее. В качестве застройщика в Рязани компания «Мир» выступает совсем недавно. Но тот проект, который уже реализуется, вместил в себя богатейший опыт и новейшие технологии. Мы представили нашему региону очень интересный объект, который объединил наш опыт в течение 20 лет работы на разных площадках нашей страны. И нам хотелось этим проектом показать и создать такой дом, который будет требовать минимум расходов на эксплуатацию, будет очень достойно украшать улицы нашего города и, скажем так, будет минимальным энергопотреблением. Потому что сегодня все тарифы дорожают, содержание жилья дорожает. И мы поставили по голову такую задачу. Первый жилой комплекс, который возводит строительная компания «Мир», называется «Счастье». Хотим, чтобы люди это счастье получили, осознали, благодаря сотрудничеству с нашей компанией. Счастье, оно же во всем. И поэтому, как мы у себя в коллективе, кто сеет мир, тот покупает счастье. То есть вот в таком режиме. Поэтому мы хотим, чтобы наш объект был направлен на ту творческую часть населения нашего города, которая серьезно, внимательно обращает внимание, где жить, как жить, какая логистика в объекте, что вокруг находится. Мы пытались спроектировать, и у нас, я уверена, получилось. А жилой комплекс «Счастье» так, чтобы счастье вышло за стены квартиры. И концепция счастья принеслась по уютным, красивым, ярким холлам, межэтажным лестницам. А главное, вышло на улицу. Благоустроенный двор, который будет интересен и молодым мамам, и маленьким малышам, и активным папам, которые занимаются спортом. Мы рады будем видеть в нашем офисе вас. Приходите и строите свое счастье вместе с нами. При строительстве жилого комплекса «Счастье» огромное значение уделяется экологии. Политика компании и главный слоган так и звучат. Технологии и экология. Вот за счет чего удается добиться достижения данных целей. Во-первых, расположение объекта. Мы достаточно серьезно подходим к тому месту, где мы будем строить объект. Мы изначально это делали. И вот юго-западное направление нашего города, поема реки Трубиш, Плетенка, они исторически являются наиболее чистым районом нашего города. Это первое. Второе, там достаточно большая экозона, эко-территория, эко-комплекс, который там исторически сложился, который будет доступен нашим жителям, нашего дома. Третье, это то, что мы применяем только экологически чистые материалы. Четвертое, это расположение этого дома по розе ветров. Пятое, это то, какие материалы мы применяем, подделки подъездов, подделки дворов, благоустройства дворов. Помимо всего этого, в каждом подъезде будет установлен кран с холодной питьевой водой. У жителей комплекса будет собственный пляж, велосипедные и пешеходные дорожки, игровые площадки для детей и взрослых, а также детский центр для творчества. Действительно, что еще для счастья надо? Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Не утихают споры вокруг пенсионного возраста. Напомню, законопроект прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Тем не менее, по словам представителей политических партий, с новым законом не согласны около 90% жителей страны. Много ли среди рязанцев, желающих работать до 65 лет, узнал Валерий Седов. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России называется сроком дожития. А вот согласно расчетам Росстата, до получения заветных денег не доживут около 700 тысяч человек. Например, по словам министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, продолжительность жизни сейчас чуть больше 72 лет. Притом это исторический рекорд для России. Разница в продолжительности жизни россиян в зависимости от региона 16 лет. Это данные заместителя председателя правительства Российской Федерации. Опять же, согласно статистике, мужчины в Рязанской области живут в среднем до 64 лет. Женщины куда больше, до 76. Это данные за 2013 год. Согласны им, средний рязанец не доживет до заветного выхода на пенсию в 65 лет. Рязанцы с этим согласны. Люди не доживают до такого возраста, чтобы пойти на пенсию. Многие люди умирают, и это правительство не учитывает. Нет, неправильно. А почему? А потому что у нас больше 60, кто не живет. Нет, однозначно, да или нет, не могу сказать. Все против. А почему? Ну, а мы до них доживем вообще? Если опустить разговор о том, доживет ли человек до пенсии или нет, в силу разных обстоятельств, то появляется другой вопрос, более важный. Мужчине до 65 лет нужно где-то работать. Вот только где найти место, на котором можно удержаться в силу своего возраста? В Центр занятости населения Рязанской области в 2018 году обратилось более 8 тысяч человек, 2000 из которых – рязанцы. Соискатели работы старше 50 лет – более 500 человек. С начала 2018 года через Центр занятости населения было трудоустроено более 4 тысяч человек. Из них по более 800 человек по городу Рязани. Статистические цифры таковы. Граждан старше 50 лет – более 400 человек. По данным интернет-ресурса Headhunter, в Рязани люди предпенсионного возраста ищут работу в сфере продаж. На втором месте – производство. В России ситуация немного другая. Пожилые люди ищут вакансию домашнего персонала. Оно и понятно – возраст понемногу берет свое. Говорить о том, что очень просто удержаться на работе до 65 лет мужчинам, а женщинам до 63 лет – значит немного погрешить против истины. Александр Кашников – монтажник тепловодоснабжения. На первый взгляд не скажешь, что мужчине скоро на пенсию. Он – представитель в большей части именно физического труда. Говорит, что в бригаде людей пожилого возраста мало – примерно процентов 20. С возрастом навыки улучшаются, профессионализм увеличивается. Но не факт, что потому что работы, которыми мы занимаемся, они довольно-таки специфические. И, естественно, преобладает в основном такой тяжелый физический труд. Поэтому я думаю, что если пенсионный возраст будет поднят, и люди останутся в пенсионном возрасте работать, то многие не потянут просто-напросто такой работы. Глядя на то, с какой легкостью он приносит тяжелые металлические трубы, сразу становится ясно, что такая работа далеко не для всех. Чуть дальше по улице трудятся бригады рабочих. Они укладывают асфальт. Среди них пожилой только тракторист по имени Султан. Он говорит, что людей предпенсионного возраста у них не очень много. Оно и понятно – бегать с ведрами раствора и переносить тяжелые камни – не так уж и просто. Реально ли удержаться до пожилого возраста, до 65, работать? Нет, удержаться нет. 60 – нормально. Послаблений тут нет, и все трудятся наравнее. Укладка плитки – работа не из легких. А вот Дмитрий занимается трудом интеллектуальным. Он – графический дизайнер. Людей пожилого возраста у нас нету. Нам в основном нужен молодой коллектив. Это связано с тем, что технологии растут, тренды тоже, и времени на все про все у всех может и не быть. Успеть за ростом технологий не то, что сложно, а практически невозможно. Тем более людям, которые в ближайшее время выйдут на пенсию. Переносить тяжести для них – задача не из простых. А чтобы переучиться на новые специальности, потребуется много времени. Вот и получается, что работы для людей предпенсионного возраста становится все меньше. Тем более, согласно данным Института демографии, доживут до выхода на пенсию от 82 до 96% мужчин и 93-99% женщин. Конечно же, представители правительства планируют защищать пожилых работников. Например, Министерство труда и социальной защиты предлагают ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Пока что дальше предложение дело никуда не продвинулось. Как быть молодым людям сейчас, неизвестно. Скорее всего, в сфере физического труда удержаться у них не получится. Опыта у людей будет много, а вот сил наоборот нет. Сфера интеллектуального труда с ее постоянным развитием будет требовать постоянно совершенствоваться. И, конечно же, самый главный фактор, который наиболее важен, чтобы достичь срока дожития – это здоровье людей. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты, прогнозная численность пенсионеров в 2024 году будет почти на 11% меньше, чем в случае сохранения старых параметров пенсионного возраста. Чего же в итоге хотят достичь люди, принявшие этот закон, неизвестно. Вероятно, росты числа пожилых мойщиков окон, футболистов, строителей и хирургов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». Рязанские альпинисты поднялись на самую высокую точку Западной Европы – горы Монблан. В Альпах сейчас находится член правления Рязанской федерации альпиниста Алексей Лихабабин. Мы связались с ним по скайпу, чтобы узнать подробности. Дорога вверх заняла 10 часов. Этот путь на Монблан со стороны Италии в три раза длиннее, чем со стороны Франции. Поклонники горного туризма называют восхождение на Монблан экстримом в самом центре Европы. Но этот экстрим европейский со всеми удобствами – трамваем и канатками, возносящими на высоту более чем 2000 метров. Во время восхождения то, что прям бросилось в глаза, это видели несколько, над нами прям постоянно летали вертолеты. Три разных вертолета. Это то, чем существенно Альпа отличается от нашего, например, Кавказа. Система безопасности и инфраструктура безопасности. То есть в случае какого-то несчастного случая очень быстро прилетает вертолет и спасают они в основном только вертолетом. И высоты позволяют, но, соответственно, и наличие техники. До вершины Монблана хватило сил дойти не у всех участников. Всего в группе было 9 человек, двое сошли с маршрутом. После первой остановки ночлега в хижине Ганелла на высоте 3000 метров одна из участниц приняла решение прекратить восхождение. Не смогла отдохнуть и восстановить силы. Еще одна участница поднялась до отметки 4300 метров и осталась в аварийной хижине. Алексей Лихобабин рассказывает, все трудности пути компенсируют красивые горные виды. Пока восходили, прям очень запомнилось. В какой-то момент мы перевалили через очередной этот холм, если его так можно назвать. И на небе, абсолютно голубое небо, и на нем три белых черты от самолетов, от двигателей самолетов, пересекающих друг к другу. И это просто завораживающаяся какая-то картинка была. Вниз спускались быстрее. Уже через 8 часов группа в полном составе вернулась на кемпинг у подножия гор в город Аоста. Уже 12 августа Алексей Лихобабин уезжает во Францию. Он планирует подняться на Монблан со стороны деревушки Шамани. Это знаковый маршрут. Шамани считается родиной альпинизма. Дина Исляева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Самым шокирующим событием в Рязани стал инцидент с новорожденным мальчиком. Его подбросили в хозяйственные сумки в 11-ю больницу. Сейчас он находится в больнице детской. У него отдельная палата. И нянчиться приходит практически весь медперсонал. Спокойный ребенок большую часть времени ест и спит, как и положено. Новорожденному плачет очень редко. Это единственный мальчик в областной детской клинической больнице, у которого нет фамилии и имени. Его 7 августа подбросили в хозяйственные сумки в 11-ю больницу. Пуповину перерезали врачи первого роддома. Потом привезли сюда. В очень хорошем состоянии, несмотря на пережитый стресс, то, что его мама подкинула. У него абсолютно хорошее самочувствие. После обследования мы не выявили никаких нарушений в его состоянии здоровья. Поэтому он у нас пребывает, что называется, практически отдыхает от всего пережитого. Единственное, что могут сообщить врачи. Мальчик родился доношенным. Рост 52 сантиметра, вес 3 с небольшим килограммом. Этого не видно, но он испытал большой стресс. Все время, пока рос в утробе матери, с ней был постоянный контакт. А сразу после рождения эта важная связь прервалась. Во многих регионах для матерей, которые внезапно приняли решение оставить своего ребенка, устанавливают бэби-боксы. Это устройство с оптимальной температурой и подачей воздуха, в которых он может находиться до приезда врачей. По словам главврача ОДКБ Инны Лебедевой, система неплохая, но с ее помощью полностью проблемы решить вряд ли получится. Бэби-бокс он будет, но вы поймите, что у нас от детей могут отказываться, допустим, в районных областях, до бэби-бокса ехать 300 километров. То есть это затраты на поездку, это затраты на билеты. Соответственно, если у человека родилось в голове решение отказаться, то, соответственно, причины могут быть разные, в том числе и материальные. Поэтому тратить деньги для того, чтобы куда-то там его отвезти, никто не будет этим заниматься. Поэтому бэби-бокс вот именно в этом случае не совсем будет решением. Где сейчас мама новорожденного мальчика и почему она оставила ребенка, выясняет полиция. Если родители не отыщутся, его передадут в дом малютки. Аналогичный случай был в прошлом году. В третью больницу подкинули девочку, ее родители не нашли, но ребенка усыновили почти сразу. Остается только надеяться, что этому мальчику также повезет. Денис Лева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Уже неделю жители города жалуются на плохой запах, который разносится по разным районам. Выдвигались разные версии. От горящей свалки до выбросов заводов причина оказалась куда более необычной. Горел куриный помет на военном полигоне в Дягилево. Сообщения о том, что в московском районе то и дело появляется неприятный запах, стали уже привычными. Притом люди говорили, что чаще всего происходит это именно ночью. Минприрода провело свое исследование. Результаты показали, что предельно допустимые концентрации действительно выше нормы. Но только по одному показателю. Это продукт горения, оксид углерода. Все остальные в пределах нормы. Также стали появляться сообщения о возможном горении отходов в районе аэропорта Дягилева. Минприроды выехали на место и установили, что на земельном участке площадью около 5 гектаров имеются следы горения складированного куриного помета. На место прибыли сотрудники МЧС. 3 августа в 6 часов нам поступило первое сообщение о задымлении в районе 184 километра окружной дороги. С получением информации оперативно были отправлены на место пожарно-спасательные подразделения. По результатам разведки было установлено, что происходят очаговые загорания в навозной куче в районе предприятия «Рязанский бройлер». По словам сотрудников МЧС, они приняли все необходимые меры по ликвидации очагов возгорания. На месте работали пожарно-спасательные подразделения «Рязани». С города привлекали и поливомоечную технику для подвоза воды. В настоящее время на полигоне дежурят сотрудники. Там происходит так называемое окарауливание. Основная задача – не допустить повторного возгорания. По словам Александра Савукова, 5 гектаров земли ведут себя как торф. Большого огня нет, только небольшие участки. Сейчас эту территорию активно поливают водой и заболачивают. По сообщениям правительства региона, к тушению пожара на полигоне привлекут вертолет Ми-26. Такое решение было принято совместно с представителем Дягилевского центра боевого применения и переучивания летного состава. По словам Александра Савукова, активно обсуждает вопрос о том, будут ли убраны отходы жизнедеятельности. Вчера правительство проводило совещание по этому вопросу. Заместитель представителя правительства этот вопрос у него обсуждается и будут приниматься меры. Александр Савуков также отметил, что представители МЧС будут ежедневно следить за ситуацией на полигоне. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Проверки школ начались на этой неделе. Специалисты Минобразования, пожарные, полицейские смотрят, насколько готовы образовательные учреждения к 1 сентября. Представитель МЧС выясняет, знает ли дежурный, что делать, если возникло возгорание. Правильный ответ – вызвать пожарных, оповестить руководство школы и эвакуировать учеников. Для этого есть система оповещения, которая должна находиться в исправном состоянии. Сейчас мы включаем ручной пожарный извещатель для того, чтобы запустить систему оповещения и управление эвакуацией. То есть мы проверим противопожарные системы в действии. То есть мы включаем. Пошло оповещение, на пожаре. Кроме того, в школе проверяют состояние путей эвакуации, есть ли огнетушители и другие средства пожаротушения. В принципе, общая оценка школы хорошо, противопожарные системы все сработали, здание укомпликтовано противопожарными средствами, тушение пожара. Есть небольшие недочеты, которые касаются оформления документов в области пожарной безопасности, они устраняются. В школе проверяют соблюдение санитарных норм, соблюдаются ли требования по антитеррористической защищенности объектов. Комиссия от Минобразования смотрит, как проведен текущий ремонт. В школе к первому сентября закупили новую посуду для столовой, в некоторых классах поставили новые окна, заменили линолеум. Сделали еще один первый класс, он небольшой, заниматься здесь будут трое детей с аутизмом. Вообще, они могут обучаться на дому, но родители решили, что лучше ходить в школу. Для них домашняя обстановка очень важна. Те именно, которые дома у них есть, потому что дети с такими расстройствами, они очень чувствительны к перемене обстановки, поэтому постарались для них максимально домашнюю обстановку. Кроме того, школа закупила новые учебники, в том числе электронные. Это занимаются ребята математикой, окружающими задачами электронные, поэтому замечательно в этом плане все. На каждого учебника ребенка куплен. Комиссия в каждой школе смотрит, в каком состоянии находится медкабинет, спортивный и актовый залы. После проверки директору сообщают, какие недочеты нужно устранить. К 15 августа все школы должны быть приняты, и поэтому мы смотрим, чтобы все ремонты, все ремонтные работы, вся подготовительная часть была закончена именно к этому числу. В любом случае, до 1 сентября еще три недели, и есть время завершить все работы. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Минтранс рекомендует регионам развивать велосипедную инфраструктуру. Как утверждает ведомство, это позволит решить транспортную и экологическую проблему в стране. В каком состоянии велодорожки в Рязани сейчас и насколько комфортно ездить на велосипеде по улицам города, на этой неделе выяснила Анна Малистова. Павел Мусков уже давно пересел на велосипед. Такой вид транспорта гораздо удобнее, чем общественный и полезен для здоровья, уверен велосипедист. Но есть одна проблема. По словам Павла, для велопрогулок наш город вовсе не приспособлен. Передвижение в нашем городе на велосипеде непосредственно в самом городе очень затруднено. В связи с тем, что улицы маленькие, дорога даже для машин мало места. Перемещение по бордюрам, по тротуарам тоже затруднено, потому что нет маленьких бордюров, заниженных. В принципе, они есть, но появляются сейчас, но очень мало, очень мало. Перемещаться по дорогам общего пользования очень опасно. Велосипедист должен не только права знать, но и сам, как заяц, уметь прыгать от машины. По данным ГИБДД, в этом году в Рязанской области произошло 41 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб, 43 получили ранения. Чтобы избежать аварийных ситуаций, Павел часто выезжает кататься за город, а также в темное время суток, когда поток машин значительно меньше. Он утверждает, хотя в городе и есть велодорожки, но для велосипедистов они совершенно не предназначены. Как, например, вот это у стадиона «Спартак». Дорожка длиной всего 400 метров проходит через детскую площадку, а упирается в забор автотранспортного техникума. Это шуточная велодорожка, такая номинальная. Власти города читали, что когда-то открыли ее давным-давно, благополучно забыли про нее. То есть она должна была дальше соединяться, плавно перетекать в лесопарк. Но почему-то она вот так и осталась здесь. За торговым центром Европы находится еще одна велодорожка. По ней уже давно ходят обычные пешеходы, да и рядом опять же находится детская площадка, поэтому велосипедистам нужно быть предельно внимательными. Велосипед уже давно является популярным видом транспорта в Европе, где велодорожкам уделяют особое внимание. Среди туристов широко распространены велотуры. В планировании велодорожек рязанцы советуют ориентироваться на опыт зарубежных стран. В Рязани у нас их очень мало. Она должна быть. Другое дело, может быть, как-то обезопасить детей и тех же велосипедистов, чтобы им никто не мешал. Здесь нужно что-то придумать, но может быть, опыт других стран. Мы отправили запрос в администрацию города, чтобы узнать, появятся ли в Рязани новые велодорожки. И когда велосипедисты смогут комфортно, а главное – безопасно передвигаться по городу, как для себя, так и для пешеходов и автомобилистов. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Погода, ремонт Солочинского моста и проведение авиадарса внесли коррективу в программу фестиваля «Небо России». Участниками стали всего 20 пилотов. Первый полет состоялся в день открытия с территории Монастырского сада рядом с Рязанским Кремлем. Территорию Монастырского сада за Рязанским Кремлем поделили на две зоны. Первая – для пилотов, которые должны совершить первые полеты в рамках фестиваля. Вторая – для зрителей. Андрей Кульков приехал на соревнования из Тула. Его аэростату всего два года. Имя – Ола, что в переводе с испанского означает «привет». Пока Андрей со штурманом изучает маршрут, над прицепом, в котором находится аэростат, гордо реет Андреевский флаг. Андрей – его друг – военные моряки. В Туле, как нам всем известно из курса «Школьной географии море нет», осталось только небо. И в этот океан я и захотел обратно вернуться. Мастер спорта по воздухоплаванию Ивана Миняйло из Красногорска все знают как путешественника, который вместе с Федором Конюховым побил мировой рекорд по времени беспосадочного полета в тепловом аэростате. Для него фестиваль «Неба России» – подготовка к более серьезным соревнованиям. В этом году у меня что-то мало, честно говоря, было соревнований в Калино и в Великих Луках. Хочется больше. Сейчас мы поедем на чемпионат мира, поэтому здесь тренируемся к ним. Чемпионат мира в Австрии будет, в маленькой деревне Гроссик, Хартс, рядом с границей с Чехией. Пока пилоты разворачивали купола аэростатов, устанавливали баллоны с газом, крепили оборудование к корзинам. На соседней площадке зрители изучали воздушные шары. С удовольствием посмотреть, как работает аппарат, как летают шары. Вообще это праздник для Рязани, очень интересно. Детям всегда интересно и полазить, и посмотреть. А всегда, когда шары пролетают над городом, это завораживает. Полет в день открытия был под вопросом. Дул порывистый ветер, а он не лучший товарищ для аэронавтов. Из-за него отменили соревнования накануне. В этот вечер повезло больше. Пилоты смогли подняться в небо. Десятки зрителей собрались на Кремлевском валу, чтобы посмотреть на аэростат и сфотографироваться на память и снять видео. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего хорошего. До встречи, Василия. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok